Сегодня у нас очень хорошая новость, решена одна из проблем наших садоводческих хозяйств. Мы начали подписание договоров, приступили к подписанию договоров СТО, Кокшетауэнергоцентр, по изменению тарифного плана стоимости с юридических лиц на физические лица. Но для этого перед этим была проведена большая работа юристами Народной партии Казахстана, которые поддержали вопрос, откликнулись на проблему садоводческих хозяйств, помогли в разработке договора, типового проекта договора, простого товарищества, как на физических лиц. Составив этот договор, наши юристы учли все возможные проблемы, которые там учитываются, все возможные казусы, которые возможны, опять же, с юридической точки зрения, просмотрели все специфические признаки простого садоводческого хозяйства. И разработав этот договор, коллективный договор, который должен быть подписан всеми членами садоводческого товарищества, разработав этот проект, мы первому человеку, который к нам же обратился и которому мы дали этот договор, это был председатель СНТ Ударник Закревская Людмила Григорьевна. Вот она первая ласточка нашего договора, нашего совместного сотрудничества. И, конечно же, этот договор не мог бы быть подписан без участия и помощи со стороны Кокшетау Энергоцентр. Представитель у нас, начальник юридического отдела Бахманов Ануарбек Даулетович. Он откликнулся, мы с ним проработали возможные вопросы. Народная партия пошла, как говорится, навстречу ситуации, предоставила общую объединенную площадку. Наши юристы еще раз поправлюсь к тому, что мы разработали этот проект, и этот проект пошел в жизнь. Как он живет в этой жизни, я думаю, расскажет. Любовь. Людмила Григорьевна, извините. Ну, мы очень благодарны Народной партии, что они решили нам помочь. Помогли, очень сильно помогли в организации, в оформлении документов, юридическое сопровождение. Все это было быстро, надежно, так скажем, без всяких проволочек. Все составили, все было очень реально. Реально нам была оказана со стороны Народной партии реальная помощь. И в электросетях тоже, в электроцентре приезжаешь, обратился, тебе навстречу пошли, все сказали, все сделали. Тоже проволочек не было. Ну, естественно, были свои сложности, были свои проблемы. Проблемы были внутреннего порядка. С людьми надо было работать, потому что люди сомневались в том, что такое возможно. Сомневались. И очень переживали за то, какие нужны договора для того, чтобы быть товариществом. Оказывается, все это нужно. Товарищество должно иметь какой-то статус. Естественно, он не статус юридического лица, а физическое лицо. Но все равно юридические документы должны быть. То есть определяющие, правоустанавливающие документы, которые теперь являются нашим, ну, я не знаю, основным документом. То, что устав, это устав, а кроме того, правоустанавливающий документ, это договор. Он очень нужен. Ну, еще вот электросетям огромное спасибо, что они смогли нам пойти на встречу. Да, конечно, было много споров в этом направлении для решения данной проблемы уже как бы не один год. И, конечно, благодаря вам эта работа продвинулась в значительном направлении. Они, получается, взяли под шество данные садоводческие товарищества, помогли им составить документы, как это положено. И сейчас уже успешно договора перезаключаются. На сегодняшний день можно считать уже половину договоров перезаключено, и половина садоводческих товариществ переведены на тариф соответствующих физлиц. То есть из 35 уже 13 как бы переведены, остальные уже есть подвижки, люди приходят предоставлять документы. Выработали алгоритм. Да, 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 выработали алгоритм. А можно привести пример, какая будет экономия для жителей товарищества? Ну, например, смотрите, тариф юрлиц предусматривает 27 деньги, а физлиц 17 с копейками. Если, например, дачник потребляет 300 киловатт в среднем, да, он 8 тысяч, свыше 8 тысяч потребляет, это в деньгах. А если на физлиц переведется, уже будет экономия в 3 тысячи тенге. Он будет 5 тысяч тенге где-то отдавать за эти 300 киловатт. Разница ощутимая. Ваша компания ТО Кокштон Энергоцентр заинтересована в том, чтобы в документации был порядок, чтобы все эти условия и все-все бумаги и статус юридический был правильно оформлен. Да, конечно. Есть определенные правила пользования электроэнергией, утвержденные министром энергетики от 2015 года. И есть пункт в данных правилах 4 и 4, прим. 1, касается непосредственно заключения договоров. В данном случае при выполнении всех этих пунктов, при доставлении документов именно не в снабжающую, а энергопередающую организацию, тут уже смотрится статус данной организации, если юрлицо или не юрлицо. И в данном случае применяется соответствующий тариф. Сейчас мы выполняем эти все требования совместно с нашими садоводческими товарищами. И мы уже рады. Есть какой-то порядок в этом направлении, и им же самим удобнее. Лариса Александровна, поздравляем вас. Это хорошее достижение. Спасибо большое. Конечно, это достижение общее. Все, что не делается народом, это все народное. И очень хорошо, что это к народной партии относится. И, соответственно, мы готовы оказывать любую юридическую помощь и поддержку населения в рамках нашей компетенции. Пожалуйста, у нас при нашей народной партии работает общественная приемная, работает юридическая консультация, где юристы дадут любую грамотную информацию, не касаемо не только гражданско-правовых отношений, но и других отношений законодательных, которые у нас на сегодняшний день могут возникнуть у людей. Тем более у незащищенных слоев населения, у которых нет возможности пользоваться платной юридической помощью. Поэтому я очень довольна с сложившейся ситуацией, что наш договор нашел свою жизнь и теперь будет давать, как говорится, полезные результаты для населения нашего города Кокшетау. Все, спасибо.